Есть многие христиане, верующие, которые говорят, что они не слышат Иисуса, они не знают Его голос. Давайте вместе посмотрим, что сам Иисус говорит о том, кто же слышит Его. Мы читаем слова Иисуса. «Овцы мои слышат голос мой, и я знаю их, и они следуют за мной». Мы видим чётко и ясно, что голос Иисуса слышат те, кто Его, кто принадлежит Ему, Его овцы. Ещё мы читаем слова Иисуса о том, кто же слышит Его голос. «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким, каждым рождённым от Духа. Иисус говорит, что всякий, каждый, кто родился от Духа, слышит Его голос. Это нормально для того, кто родился свыше. Что же нужно делать тебе, если ты не слышишь Иисуса и не знаешь Его голос? Ответ прост. Стать послушной овечкой Иисуса Христа, царя царей и Господа господствующих. Тебе нужно родиться свыше. Нужно покаяться и посвятить всю свою жизнь Иисусу. Нужно перестать грешить. Оставить всякий грех и зависимость и трудиться над своими личными отношениями со своим Богом и Царём. Тебе нужно креститься в воде для омытия от своего греха и всем сердцем искать крещение Святым Духом, чтобы получить силу. И Иисус будет говорить с тобой. Он будет говорить тебе. Он откроет себя тебе. И у тебя будут свои личные живые отношения с живым Богом. А тех, кто уже слышит Иисуса, кто уже знает Его голос, я приглашаю написать об этом в комментариях под этим видео. «Если ты уже следуешь за Иисусом, зная Его голос, тогда не молчи, прославь Его, написав о том, когда ты впервые услышал Иисуса и последовал за Ним. Что Он тебе сказал? Что продолжает тебе говорить? Как Он ведёт тебя? Как ты следуешь за Его голосом? Давай прославлять Господа Бога своего вместе. Давай вместе свидетельствовать о том, что Он живой и что Он говорит. Услышат другие и пойдут к живому источнику. Пусть Господь Иисус благословит каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok